Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Альфия, и я люблю вышивать. Итак, прогремела формула рукоделия в этом году, и я на ней наткнулась на классную игру, скретчат карту от Я вышиваю паблика. Все, кто вышивает, наверняка все знают этот паблик. Итак, мне понравилась эта идея, но, конечно же, так как я люблю всякое такое пробовать делать сама, я не могла пройти мимо, и сделала такие два макета, смотрите, они прямо огромные, это формат А3, здесь у меня 144 задания, но я, если честно, вообще, во-первых, не было нигде этих заданий, да, от Я вышиваю, но потом я смотрела в сторис, они иногда публиковали репосты от девчонок, которые покупали, и там у них, смотрю, 150-200 там крестиков, у меня все намного жестче. Ну, видимо, я очень уж люблю вышивать достаточно, ну, то есть для меня 150, но это совсем мало, это такая прям отдыхалочка. Я хотела прям по максимуму со своими долгостроями со всеми разобраться, и поэтому у меня здесь и 700, и 1000 есть, и по 300 на всех работах, допустим, да, есть и 2000 на долгострой, на основной работе. То есть, ну, различные такие задания, тоже по цветам я вот здесь и сделала, например, там, 300 зеленым на любой работе, ну, естественно, это вся зеленая гамма. Допустим, есть у меня вот по ниточке в день на долгострой, там, в течение семи дней. А здесь, допустим, вышить столько, сколько скажет подруга. Допустим, вот вышить 600 крестиков вправо от вышитого фрагмента на любой работе. Ну, то есть я прям, знаете, сидела, я реально, я практически полдня провела за тем, чтобы придумать вот эти задания. Конечно, они у меня здесь повторяются по 3-4 раза, ну, я считаю, что это вполне себе нормально. А вот еще здесь, смотрите, мне понравилось задание вышить на любой работе количество равной дати на момент открытия задания. Например, 15 декабря мы открыли, это 15-20, значит, мы вышиваем 1512, ой, 15-12, да, значит, мы вышиваем 1512 крестиков. Ну, прикольно, мне кажется. И так, я, значит, сделала этот макет, затем пошла в типографию, говорю, вот, хочу такой макет, и чтобы вы мне покрыли скрэч-пленкой. Они такие, окей, посчитали, и высчитали мне около 600 или 700 даже рублей. Я говорю, вот что, я на такое потратить столько не могу, ну, как бы это слишком, через чур, и вуаля! Конечно, некрасиво, конечно, все это неровненько, но, как бы, как-то так. Я сделала акриловую, значит, взяла краску, сделала, вот здесь размешала с, ну, с маленьким количеством, там, один к двум жидкого мыла, все это хорошенечко перемешиваю, сбалтываю, и вот, в несколько слоев вот так вот кисточкой все наносила. Сначала хотела сделать малярным скотчем, чтобы были ровненькие, но, к сожалению, на этой вот фотобумаге малярный скотч немножко сильно приклеивается, и когда его отдираешь, я вот здесь попробовала, он оставляет немножко следы, и поэтому я решила, что, ой, ничего страшного, если у меня это все будет так. Ну, я прям вообще довольна-довольна, и давайте сейчас мы с вами откроем первое задание. Мне интересно, ну, конечно, в некоторых вот здесь еще местах я вижу, что, ой, есть просветы, я после того, как сниму до конца видео, я доделаю еще, еще один слой нанесу, но вот здесь, допустим, уже вообще ничего не видать, и поэтому, ну, знаете, так это, на любую, там, эти вот здесь, допустим. И вот этот вот слой мы стираем при помощи монетки. Так, попробуем. Специально заказала фотобумагу, чтобы можно было стереть без скотча. Ну, что-то не получается. Может, тут надо. Вот я пробовала. А, во, у меня не очень... Сейчас, может, дальше пойдет слома. У меня какая-то монетка неправильная, девчонки. Так, ну, я стерла. У меня здесь 300 крестиков красным на любой работе. И вот пока я стирала, поняла, что все-таки фотобумага немножко чувствительная для такого рода механических, да, повреждений, трений на ней. Поэтому вот эту работу я уже сначала всю заклею скотчем прозрачным. Вот у меня есть широкий скотч. Изначально в интернете, когда я смотрела вот про эту вот смесь, там было написано, что нужно скотчем сделать. Но я подумала, что достаточно будет и фотобумаги. В моем случае оказалось, что нет. Еще у меня какая-то монетка тупая появилась. Когда вот острым сделала, сразу все начало стираться. Короче, я лично вообще довольна. Мне нравится. Здесь я напишу дату начала сегодняшнего, потом у меня будет дата финиша. И я напишу здесь количество вышитых работ посредством выполнения этих всех заданий. Мне такое интересно. Я думаю, что это подстегнет меня вышивать немножко больше, не лениться. Потому что я, если честно, иногда могу халтурить. А здесь у меня, смотрите, это мой... Я все ручками писала. Сначала все сделала в макет пустышку, а потом его распечатала и уже вписывала вручную, когда какие задания, куда писать. Ну, было интересно. Я говорю, такой опыт, конечно. В этом плане вот меня вдохновили, конечно, на эту игру. Я говорю, девчонки из Явашевая. Они вот большие молодцы. Мне нравится то, что у них тоже всегда много разных идей. И я бы вообще с удовольствием с такими людьми тоже поработала бы. Ну, и для себя лично я тоже черпаю вдохновение, изменяю что-то, делаю что-то свое. Ну, как бы идею я взяла у них, но полностью реализация в любом случае моя. Ну, все равно даже за эту идею им огромное спасибо, конечно, девчонкам. Так что вот, у меня впереди ожидает, не знаю, сколько дней. Но я вот говорю, мне интересно посмотреть, как это вообще все будет. И потом, конечно же, вам расскажу. Всем большое спасибо за внимание. Вдохновляйтесь, вышивайте. Шустрые вам иголочки и ровных крестиков. Всех обнимаю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok